Вкладываем его внутрь и вдавливаем в крем. Вот это орешек! Майни, вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на Ванзай. Его новый масштабный ролик. Называется, приготовили огромное Рафаэло весом 78 килограмм. Кстати, такой факт небольшой о моей жизни. Рафаэло это мои любимейшие конфеты, я их обожаю. Это самые вкусные для меня конфеты. Не знаю, я мог бы их хавать килограммами, они супер классные. Но они такие дорогие, поэтому я их не хаваю килограмм. Огромный Рафаэло весом 78 килограмм. Но давайте сначала посмотрим на оригинал. Нужно понять, что же там внутри. Разрезаем. Самая вкусная в мире конфеты там внутри. И видим орех. Затем идет много крема, вафельный шарик. И самый последний, это слой кокосовой стружки. Отправляемся в магазин. Мы купили 60 яиц. Целое 10-килограммовое ведро сыра. Сливочного сыра. Его вы могли видеть, например, в роллах. 7 литров жирных сливов. Сколько стоят сливки? 150 гривен одна бутылка такая. 4 килограммовых пачки сгущенки. 10 упаковок маргарина. Это мой такой балдеж. 15 килограмм муки. Кокосовая стружка. 5 килограмм. Шестяк. Я даже никогда не видел таких больших упаковок кокосовой стружки. 9 килограмм сахара. Вот что значит оптовый супермаркет. А также белый шоколад. 80 питок. 3 упаковки пергамента. И можно отправляться на кассу. Все эти продукты нам обошлись в 7500 гривен. Вот это Рафаэлочка. Вот это я понимаю. По дороге заехали в магазин и купили 6 килограмм миндаля. Он обошелся нам еще в 2500 гривен. Он очень дорогой. Итак, первым делом нужно сделать вот этот вафельный шар. Замесим тесто для вафлей. Нам нужно 2,5 килограмма маргарина. Как можно создать Рафаэлу такого размера? Для меня это очень интересно будет. Открываем его. Давайте смотреть. Прям очень интересно. Сбрасываем в кастрюлю. Моя любимая конфета в конце концов. Реально. Самая любимая. Если какая-то меня убить. Если вдруг хотите сделать мне подарок. Поговорите мне маленькую коробку. Даже 3 вот этих штуки Рафаэлки я буду очень рад. Они очень вкусные. Можете большую подарить. Я буду тоже рад. Ставим лотки с яйцами. Потом опять ржерею вот таким буду. По полчаса не мешать. Замешивать тесто будем в двух гастроемкостях. Поэтому берем и разбиваем в них 50 яиц. С помощью миксера хорошо их перемешиваем. Открываем сахар. Красота. И всыпаем по полтора килограмма в одну гастроемкость. Вливаем растопленный маргарин. И еще раз перемешиваем миксером. Надо было два миксера, чтобы быстрее было. Мы сделали, что и в одну гастроемкость все влезет. Поэтому переливаем все содержимое. А я как раз хотел спросить. А почему они все не сделали в одной гастроемкости? Я думаю, может, наверное, для... Типа это все для двух частей. Именно, чтобы одна часть полукруга вот этой вафли. Вторая часть. А тут кажется, они думают, что не поместится все. Ладно. И последнее. Это мука. Окей. Открываем. И всыпаем 3 килограмма. В последний раз перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто для вафель готово. Но еще нужно карамель. Она делается очень просто из меда и сахара. Открываем мед. И вливаем около килограмма. Также открываем и сахар. Его пойдет целая 3-килограммовая пачка. Отправляем на плиту. И на маленьком огне все это само превратится в нужную нам карамель. Готово. А теперь возникает вопрос, как сделать так, что в конечном итоге у нас получился ровный вафельный шар. Такой же, как и в оригинальной конфете. Лепить вафель мы будем в форме полусфер. Но где можно взять такую большую форму? Будет опять батя сделан. Ответ был прямо у нас под носом. Это гриль. Серьезно? Откручиваем у него ножки и все лишнее. И получаем вот такую форму, на которую будем клеить наши вафли. Но что потом можно было их отделить? Берем пергамент. И оборачиваем им всю поверхность. Ну вот смекалочка, смекалочка. Круто. Вот так. Застилаем стол пленкой, чтобы не испачкать его в карамели. И ставим нашу форму. Берем вафельницы. И наконец-то можно начинать. Наливаем немного теста посредине. Вот, это сами другие вафли. Через минуту вафли готовы. Поливаем ее жидкой карамелью. И приклеиваем к форме. Так нужно все это повторить еще очень много раз. Полусфера покрыта. Но это только один слой. А чтобы она могла выдержать вес будущего крема, нужно хотя бы 4. Жарили и приклеивали вафли на протяжении 4 часов. А это только половина, понимаете? Только пол. Пока не снимаем. Пол конфетки. Нужно чтобы карамель окончательно застыла. Для ускорения процесса ставим вентилятор. Пусть обдувает. А пока наша вафельная полусфера высыхает, у нас есть время, чтобы немного отдохнуть. Запускаем игру, которую я играл еще с детства. Warface. Warface, динамичный бесплатный. Блин, Warface молодцы на самом деле. Вот почему многие его не любят. Только по мне до сих пор развивается игра. Это же... Либо как бы кто-то не относился, но по ним надо то, что он развивается, это удивительно. Вытаскиваем форму. Хотя я сам в нее бы не играл. А прилипшая бумага легко отстает от карамели. Все, первая полусфера готова. Красота. Она очень толстая и прочная. Весит вафельная полусфера аж 10 килограмм. 10 килограмм, это только полусфера без крема. Жесть. Разбиваем яйца. Сахар. Перемешиваем. Вливаем растопленный маргарин. Перемешиваем. Всыпаем муку. И взбиваем финальный раз. Опять обклеиваем гриль бумагой для выпечки. Но в этой полусфере нужно оставить отверстие, через которое мы потом будем заливать крем. А как они будут... Поэтому на это место поставим кулинарное кольцо. И тоже обклеиваем вафлями в 4 слоя. А потом они закрывают. Просто вафли опять наклеивают сверху и все. А какая реально технология производства именно настоящих Рафаэлов? Было бы прикольно посмотреть. Я слишком люблю Рафаэлов. Слишком люблю Рафаэлов. Я знаю. Не пейте за это. И вторая полусфера тоже готова. По-моему, они получились просто идеальными. Проверяем, чтобы они хорошо становились друг на друга. Кстати, и сломалось. Я бы пошел бы и... А ничего по полусфере не делал. Но мне было бы очень интересно. И да, все отлично. Можно переходить к крему. Знаете, а то думаешь, что волосина торчала с кар... Нет, то карамель потянулась. Просто я тоже сначала думал, что волосина. Потом подумал, что это же карамель тянется. Гонам нужно 4 килограмма сгущенки, 7 литров жирных сливок и 10 килограмм сливочного сыра. Ну и еще сахарная пудра. Начнем с сыра. Очень много сахарной пудры. Открываем его. И перекладываем в огромную железную кастрюлю. Капец сливочного сыра. Вот это я понимаю. Сколько чизкейков можно было бы сделать? Далее сгущенка. Открываем. И все 4 литра выдавливаем в сыр. Обожаю чизкейки тоже. Все это будем перемешивать с помощью строительного миксера. Увеличивая обороты, превращаем все это в крем. Нам нужно 2 килограмма... Почему все, что я люблю, такое дорогое? Чизкейки супердорогие. Рафаэлла супердорогие. Почему я не люблю печенье к чаю? Просто, знаете, которое такое прессное еще немного. Вот это было бы классно. Кокосовые стружки. Высыпаем ее в крем. Поэтому я редко ем то, что я прям обожаю. Еще раз перемешиваем и понимаем, что этого не хватит. Для такого большого Рафаэла крема очень мало. Поэтому докупили еще 19 килограмм сливочного сыра. И 4 килограмма кокосовой стружки. Это обошлось еще в 3,5 тысячи гривен. В рублях это 10 тысяч. А все, 14 тысяч у него это вышло, получается. И перекладываем все в ту же кастрюлю. 14 тысяч и тонна любви. Взбиваем. Сил. Переходим к сливкам. Грязные пасуды. Откручиваем крышки и вливаем все 7 литров в другую тару. Чистым миксером все это взбиваем, начиная с небольших оборотов. Тоже всыпаем сахарную пудру. И буквально через 5 минут они становятся густыми. Блин. Выливаем... Физика удивительная штука. Вот реально. Как это работает? Ну я примерно понимаю, как это работает, но все равно суть в том, что природа. Огромную кастрюлю. Что она творит? Великие вещи. Красоту. И сверху высыпаем еще 4 пачки стружки. Вкусно так. Финальный раз перемешиваем. Знаете, такой подарок своей девушке на 8 марта? И крем для Рафаэла полностью готов. Это может в 3 секундах к следующего 8 марта и очень вкусный. А из-за сливочного сыра еще и тяжелый. Зачерпываем его большой ложкой. И перекладываем нижнюю полусферу. Мы заполнили почти половину. Но все знают, что прямо посередине внутри должен быть орех. Давайте сделаем огромный орех. У нас 6 килограмм миндаля. Половина из него жареная. Пересыпаем все это в одну тару. Руками перемешиваем. А типа будет не мешать его? в один большой с помощью карамели. Поэтому давайте ее сварим. Итак, для карамели нужны мед, сахар, сок лайма или лимона и немного воды. Сначала мед. Вот такие некие казинаки из этого, из миндаля. Прикольно. Буквально 300 грамм. У меня вопрос в казинаке из миндаля. Открываем сахар. Тоже нормально. И всыпаем полтора килограмма. Пол чашки обычной воды и сок лайма. Ставим на плиту. И каждые 5 минут перемешиваем, чтобы весь сахар растворился. И у нас получилась такая карамель цвета и риски. Карамелью постепенно... Кстати, у меня вопрос для тех, кто делал карамель подобную. Как кастрюлю потом отмывать? Вот вопрос, вот реально, или она сразу как-то замачивает. Вот расскажите, пожалуйста, потому что мне когда-то хотелось бы попробовать подобное сделать. Ну, не такого масштаба, а что-то просто попробовать с карамелью сделать, да, там, всякими сладостями поработать. Мне, ну, иногда интересно что-то подобное. Экспериментировать. Кто шарит, что и какую кастрюлю жательно использовать? Какие жательно, наоборот, не использовать? Напишите об этом, пожалуйста, мне было бы очень интересно. Пену заливаем орехи. И перемешиваем, чтобы они между собой склеились. Карамель довольно быстро остывает, поэтому я буду перемешивать прямо руками. Выкладываем орехи в карамели на пленку. И руками пытаемся сформировать один большой орех в форме миндаля. Прикольно. Вкладываем его внутрь и вдавливаем в крем. Вот это орешек, блин. Теперь карамелью промеживаем при первой полусферы. И накрываем второй. И после я хочу склеивать его. В местах, где не все герметично, промазываем карамелью. У нас осталась половина крема, которую нужно залить через верхние отверстия. Но как это сделать? А, очень просто. Берем толстую пленку. Раскрываем ее. Наискосок отматываем бумажные полотенца. Вот это бумажные полотенца. проходимся сверху. А что они делают? После чего пленка спаяна. Ножницами отрезаем все лишнее. Не до конца. И благодаря тому, что пленка двойная, получился огромный кондитерский мешок. А, прикольно. Все, я понял, что они собирались сделать. Вот это мешочек, я понимаю. Вы гляньте просто. Обрезаем кончик. И через отверстие сверху заливаем. Жестяк. Знаешь, что там крема осталось? Осталось испечь еще три вафли и закрыть ими отверстия сверху. Ну, да. Все было проще, чем я думал сейчас. Переходим к шоколадкам. Их нужно открыть и поломать на кубики. Сколько шоколада еще? Жесть. А затем открывали. Шоколадка уже была поломана. Продолжаем, пока не заполним миску с горкой. После чего отправляем ее на паровую баню. Чтоб шоколад быстрее растаял, перемешиваем. А пока открываем кокосовую стружку и пересыпаем в миску, чтобы потом ее было удобно Просто кокосовая бомба, блин, вышла. Когда шоколад растопился, снимаем его с паровой бани и ставим возле нашей заготовки. Обмакиваем кисточку и мажем поверхность вафель. Пока шоколад не застыл, посыпаем его кокосовой стружкой. Она хорошо налипает. Удобно делать это вдвоем. Один поливает шоколадами, размазывает, а второй посыпает стружкой. Одному это с ума с этим рот. Блин, он заколивался. Все так долго. Да, вот это мой размер рапаэл. Я такой бы съел. Рапаэлла почти готова. Зараза, не присесть просто. Осталось только заделать этот неровный стык. Набираем шпателем шоколадную белую глазурь. И замазываем ею стык. Ну и так с этим нормально будет. Вкусно будет. Ну и посыпаем стружкой. Гигантская Рапаэлла готова. Мы почитали все продукты, которые использовали. И весит она целых 78 килограмм. Делали мы ее на протяжении трех дней. А стоит наша гигантская Рапаэлла целых 13 с половиной тысяч гривен. Или 35 тысяч рублей. Она просто нереально большая и должна быть очень вкусной. Можно собрать бюджетный компьютер за такие деньги. Неплохой, ну реально неплохой бюджетный компьютер. Как ее попробовать? Разламываем верхнюю полусферу. Да! Столько стараний, чтобы сломать! Теперь можно отломать кусочек вафли. И обмакнуть во вкуснейший кокосовый крем. Это очень вкусно. И на Рапаэлла, хоть и не один в один, но похоже. А если вы хотите, чтобы я еще приготовил что-то крутое и супер масштабное, то просто ставьте лайки. Сможете набрать 300 тысяч... Вот насчет Рапаэлла, кстати. Вот сколько и существует реально копий Рапаэлла. Даже вот тут всякие, вот реально, даже максимально похожие упаковки люди делают. Но, блин, вообще ни разу не было такой конфеты, чтобы она была реально похожа один в один. Чтобы она не была приторной. Многие ее делают слишком приторной копии. Чтобы она была реально таким нежным вкусом. Короче, Рапаэлла идеальная конфета просто. Тысячи лайков за день. Если да, то мы продолжаем. Так, не забывайте, как вам пасть, по ссылке в описании и подписываться на канал и на инстаграм. Всем пока! Теперь хочу Рапаэлл. Куплю себе со следующей зарплаты пачку Рапаэлл. Хотя бы, тогда я тебе такую маленькую коробочку. Хотя сейчас эти маленькие коробочки стоят жесть. Я помню в свое время они стоили... Ну, я в гривнах буду говорить, потому что... Помню, можно было за 40 гривен купить коробку Рапаэлла. Даже от 30 до 40 гривен можно было купить коробку Рапаэлла. Сейчас стоит почти сотню. Жесть просто, просто жесть. Но я понимаю, что и доллар как бы вырос, и все остальное повырастало. Но все равно, что так дорого. Хочу за 30 гривен Рапаэлла покупать. Покупал бы их намного больше. Можно было купить целых 3 упаковки вместо одной. В 3 раза больше Рапаэлла в моем животе. Это же намного круче. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Ванзай. Ставьте ему лайки. Пишите комментарии о том, как вы хотите перекушать Рапаэллки. И... Что еще? Колокольчик нажимайте. Ну, если вам нравятся мои ролики, вам нравятся смотреть вместе со мной какие-то штуки, нравятся мои реакции, подписывайтесь на мой канал тоже. Ставьте тоже лайки. Пишите комментарии, чтобы, кстати, еще и в ролик попасть. Да, вы себе пишите комментарии, у вас есть шанс попасть ко мне в ролик. И нажимайте на колокольчик. Это очень помогает каналу, это очень помогает его продвижению. Я буду вам супер благодарен. Помните, 1 миллион подписчиков, и я снимаю 1 день из жизни в Майне. Самый скучный ролик в этом плане будет. Ладно, на самом деле, я думаю, попытаюсь сделать его. Но у меня не такая вроде самая скучная жизнь. Не скучная. Я не знаю, скучная у меня жизнь или нет. Все, ребята, до скорых встреч. Всем удачки. Всем пока.